Лес между улицей Ольховой и Белокаменным шоссе – излюбленное место отдыха видновчан. Одно из немногих, сохранившее свою самобытность. В последние годы пользуются еще большей популярностью у жителей новых микрорайонов. Этот лес – собственность Российской Федерации, а в прошлом году территорию передали в пользование видновских парков. Лесопарк был включен в программу формирования комфортной городской среды по губернаторской программе «Леса Подмосковья». В этом году нам данная территория была передана в постоянное бессрочное пользование. После чего мы сейчас наняли организацию социологов, которые должны произвести соучастное проектирование с жителями, выслушать их мнение, подготовить все бумажные виды, все, что скажут жители, они нам передадут. Для этого всех неравнодушных к судьбе леса людей пригласили на открытую встречу видновскую школу номер 9. Поделившись на группы по интересам, жители составили списки необходимого благоустройства. Кому-то нужна инфраструктура для спорта, другим – для спокойных променадов. Некоторые желают видеть здесь удобство для прогулок с собаками. Материалы будут переданы архитекторам, которые на основании законов о лесах сформируют общую концепцию. Мы хотим, чтобы наш лес оставили лесом. Мы хотим, чтобы провели санитарную чистку леса, высадили новые деревья, максимально экологично обустроили территорию, без каких-либо стекла, бетона и прочее, никаких строений, чтобы не было. Очистили ручей, ну и все. Концепция будет реализовываться в зависимости от суммы субсидирования областью. На начальном этапе жители увидят асфортированные дорожки и освещение. Хотел бы видеть современный, благоустроенный лес, с максимально сохраненной зеленью, деревьями и тому подобное. Но сделаны интересными и, как сейчас модно говорит, креативными архитекторами, с тем, чтобы нам там было удобно и приятно гулять. И чтобы мы там не только дышали светлым воздухом, а могли любоваться красотами и добрым словом вспоминать тех, кто затеял все это дело. Помимо предстоящего благоустройства, возьмутся, наконец, из-за чистоту территории. Уборкой леса на регулярной основе будут заниматься видновские парки. У нас в парке компания выигрывает конкурс на обслуживание всех территорий. И задача убирать мусор, чтобы была чистота. Если есть повальные деревья, убрать их, опиловку производить. Это все будет отвечать за это, будем мы. По мнению экспертов, скорее всего, изменения жители увидят весной 2023 года. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.